Германия переживает масштабный скандал. Дело о педофилах. Жертвы, тысячи детей и подростков. Преступники, служители католической церкви. Кардиналы публично просят прощения, но виновных только обещают наказать. Почему затягивается возмездие, разбиралась Татьяна Лагунова. Немец Норберт Денеф, один из немногих, кто не боится и не стесняется рассказывать свою историю. Он без колебаний соглашается на интервью и приходит в эфиры многочисленных ток-шоу. Мне было 10 лет, я стал церковным прислужником и очень радовался этому событию, а потом все началось. Я не понимал, что происходит, но чувствовал, что все это неправильно, плохо. 6 лет это делал священник, потом 2 года – органист. Первыми его историю услышали не журналисты, а родные, когда мужчине было уже 40, и он понял, что не может больше в одиночку бороться с призраками прошлого. Знаете, когда я решился рассказать об этом, я год стоял перед зеркалами, как актер, пытался произнести фразу «Я стал жертвой сексуального насилия, я просто не мог ее выговорить». Потом Норберт Денеф основал организацию, которая помогает жертвам сексуального насилия со стороны католических клериков. 3677 детей и подростков стали жертвами сексуальных надругательств со стороны представителей католической церкви в Германии. Такую цифру назвал на этой неделе архиепископ Мюнхена кардинал Райнхард Маркс. Он озвучил выводы комиссии, которая изучила церковные акты за последние 70 лет. Ее доклад шокирует. В сексуальных домогательствах обвиняются полторы тысячи клериков. Акты насилия совершались в квартирах, приютах, интернатах и церковных помещениях. В половине случаев жертвы были младше 14 лет. Церковь просит прощения и обещает наказать виновных. Сексуальное насилие – это преступление. Все, кто виновен, должны быть наказаны. Очень долго мы в церкви отводили глаза, скрывали, отрицали, не хотели, чтобы это было правдой. Как представитель конференции немецких епископов, я хочу попросить прощения за все ошибки. За причиненную боль мне стыдно. Открыть церковные акты и провести независимое расследование требуют представители жертв. Они подозревают, пострадавших может быть значительно больше. Это допускают и авторы исследования. Мы говорим о минимальных цифрах, о нижнем пороге. Есть случаи, которые мы не можем доказать. Это так называемые черные цифры. Подобные скандалы сотрясают римно-католическую церковь не в первый раз. Аргентина, Австралия, Бельгия, Нидерланды, Чили, совсем недавно США и вот Германия. Все исправить и вернуть доверие верующих обещает лично Папа Римский. До тех пор, пока есть хотя бы один священнослужитель, который совершает акт насилия по отношению к мальчику или девочке, ситуация чудовищная. Когда это происходит в церкви, это еще ужаснее. Потому что клирики должны приводить детей к Богу, а не разрушать их. Самого понтифика, кстати, тоже недавно обвинили в сокрытии аморального поведения своих подопечных. Влиятельный ватиканский дипломат Карло Мария Вегано утверждает, Франциск знал, что американского кардинала Теодора Маккеррика, который недавно ушел в отставку, подозревают в сексуальных домогательствах к подросткам. Но тем не менее сделал его своим доверенным лицом и снял с Маккеррика персональные санкции, наложенные предыдущим папой Бенедиктом XVI. На все эти обвинения главарь ремокатолической церкви ответил в лучших ее традициях – молчанием. Затем Лугунова, Павел Лысенко. Подробности недели. Немецкое. Бюро телеканала Интер.